Всем привет! Начало октября, сегодня 7 число. Пытаюсь добраться до розы Аскот, чтобы пересадить ее на постоянное место, на улицу. Мне пришлось выкопать рядом растущие корни собственные розы, и мне пришлось выкопать также розу, которая я считала, что не опознана, но на самом деле я ее опознала, и это Априкот Скай, череночек от моей прошлогодней первогодки. То есть в 2020 году весной я розу Априкот Скай высадила, в июне зачеренковала, и в этом году я получила уже вот такой саженец. Ну, в общем-то, саженец... Ну, в общем, сразу видно, что это плетистая роза. Вот такой у нее уже корень. Это за один сезон. Черенкование проходило в июне 2020. Вот какой корень. Да, пострадал, потому что все очень густо насажено у меня, натыкано. Я вижу, что много травмированных корней. Корни не такие уж большие, как я себе думала. Да, эти корни были длиннее, вот они. Но пришлось обрубить. Вот здесь обломались корни, под лопату попали. Вот, эти просто оборвала, потому что уже не могла подкопать туда под самую... Под самые бревна подлезла под основу теплицы. И, в общем-то, я уже туда не доставала подкопать. Вот. И хочу показать розу Аскот, которая почему-то вдруг решила, что она плетистая. Вот она. Вот куда уходят ее плети. Вон она. Вот. Вот ее корневая. Да, я тоже очень сильно ее подрубила. Я просто не имела возможности взять чуть-чуть дальше. Тут у меня рядом с ней черенки, 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 черенки. Это моя грубейшая ошибка. Так вообще нельзя делать. Но ничего, сейчас розу укорочу. Ну и что дальше? Буду высаживать на постоянное место. И хочу показать череночки, которые не такие успешные. Потому что, по моим рассказам, может показаться, что я вообще бог черенкования. У меня за один сезон вырастают вот все вот такие лошадки, как и Априкот Скай и как и Аскот. Но нет. Вот есть у меня череночки, вернее, уже кустики, молодые саженцы, которые были зачеренкованы тоже в 2020 году, тоже в июне. Но они гораздо скромнее выглядят. И давайте посмотрим, как. Вот один стволик, высокий, но один. А вот второй саженец тоже. Вот он сплелся с первым. Вот он. В нем сантиметров 50. Корневая вот такая. Но много всасывающих корешков. И очень много грунта на них держится. Я не буду это обтрушивать. Я так и высажу. Здесь тоже очень много всасывающих. И вот совсем-совсем-присовсем слабый саженец. Я не помню, что это за роза. Ну вот такая корневая. Ну совсем малюсенькая, несчастненькая. Но этот саженец уже цвел. Я не могу вспомнить. То ли это Хайди Клум. В общем-то, что-то было. Какой-то цветочек был. Но это все не столь важно. Самое важное для меня сейчас. Пересадить их в контейнере. Чтобы розы хорошо принялись. И пережили зиму. Кто-то будет зимовать на улице. Кто-то будет высажен в контейнере. И точно так же вот так в тепличке останется. Ну в общем-то, этот опыт я вам потом весной покажу. Кто пережил, кто не пережил. И можно ли пересаживать череночки годичные. Потому что они еще слабоваты. Вот как по мне, то шансов на жизнь маловато. Но будем раскачивать через контейнеры. А вообще на будущее буду стараться, конечно, черенковать. Ну как-то или пошире, или в контейнеры. Потому что действительно у меня слишком густо. И выкопать те саженцы корнесобственные, которые стартанули хорошо, набрали большую массу. Стали полноценными розами. Ну просто невозможно. Просто невозможно без того, чтобы не повредить их. И без того, чтобы не повредить рядом малюсенькие саженцы. Поэтому учитесь на моих ошибках. На чужих ошибках тяжело учиться, но все-таки лучше. Ну вот. Вот такие дела. У кого есть опыт пересадки годичных саженцев, напишите мне, пожалуйста, как они приживаются. Именно годичных корнесобственных саженцев. Что вы делаете для того, чтобы они хорошо прижились осенью. Мне будет очень интересно изучить ваш опыт. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.